jet extreme вещает всем здравствуйте так как и обещал в инстаграме делаю мини обзор на такую снасть как балда инисейский настрой у нас называется по простому грубал да так что не заморачиваться так чего начнем тут у меня небольшой бардак творческий достану сразу можно было показать так у меня есть готовая снасть кстати это сам не ожидал что это снасть вызовет такую бурную реакцию оказывается у нас в россии мало кто знает про эту снасть ну подобное что-то все равно везде есть особенно восток хабаровский край там владивосток да ребята оттуда просили сделать обзор кстати один уже комплекта туда отправился ему другу степан привет огромный уже получил так что он будет скоро харю за хабаровского рыбачить на балду так ничего начнем с чего состоит балда есть готовая снасть так наглядно покажу это основа вот леска на леске у нас три поводка может больше может меньше зависимости от желания до человека я видел и по 6 поводку ставятами по 7 поводку я считаю достаточно 23 этого достаточно тем более сейчас разрешено помочь три крючка если не ошибаюсь официально снизу грузила у нас она называется тирольская палочка поплавок из топора все вот из чего состоит снасть начнем начнем с тирольской палочки с нижней части тирольская палочка с самого начала она выглядела вот так первая моя тирольская палочка которая купил не знаю это вначале когда я так увлекся плохо году десятом в одиннадцатом раньше только блеснил вот 40 граммов бывают еще такие различные смотря кто как на что способен есть деревянные ну это такое похуже исполнение такое но опять же это продается вот это все вот это считаю более качестве то есть вот такие тирольские палочки у меня уже ну наверное есть в коллекции лет пять шесть наверное выживает до сих пор потихонечку свинец стачивается ну и в чем отличие пластмассовые это это лично для меня для кого для кого может вообще отличие нет для меня есть я сначала рыбачил на пластмассовые и потом попробовал деревянные и что я заметил на деревянном больше поклевок видимо деревянная больше игру дает больше отскакивает то есть подергивание самой мормышки наверное игра мормышки скорее всего лучше ну наверно процентов 30 поклевок у меня стало больше так скажем облегчила мне жизнь да вот и все поэтому и перешел на деревянный с тех пор я рыбачиваю только на деревянные а пластмассовые я использую в такой снасти как покатуха это я на червя рыбачу это уже отдельная тема так стирольскими палочками разобрались сделать их можно самостоятельно деревянную палочку вытачиваем здесь ну вот это ненадежно потому что со временем вот это раскалывается это может вылететь самое надежно просто дырочку делаем прямо вот самой палки это самое надежное здесь шуруп вкручивается все ну и свинец расплавляется не формочку там делается и все и свинец ну и громовка там зависимости 20 30 40 50 грамм я среднем использую 35 40 грамм у меня так это что-то среднее она в принципе везде работает и на всех глубинах на всех речках где слишком слишком быстро и метра два глубина да там приходится уже там 50 60 0 использую ну это все зависит от груди может много будет комментариев кто на эту снасть давно рыбачи там могут рассказать и больше ну я вот лично всего опыта так стройскими палочки мы разобрались дальше у нас идет основная так скажем снасть из чего состоит это сам настрой вот этот настрой все камеры покажу его мне делал хороший мой друг он и мормышки вяжет и настрои делать сейчас не знаю занимается он этим или нет раньше занимался это вот эти настрои что понимали им уже лент на 5 они у меня их штук 40 заказывал их пораздал клиентам пораздал друзьям пораздавал ну и наверное штук 5-6 потерял осталось на штук 7 так они грамотно все делать то они довольно долго выживают основа лески где-то 0304 скорее всего наверное думаю 03 моно леска на ней поводки покажу поближе как вот эти выглядят вот все на поводке одеваем мормышки и все и готово конечно самое просто купить такую ну именно такую навряд ли вы где-то купите ну опять же можно самому связать то есть внимательно посмотрите очень нет не проблема у кого руки не и задницы растут я думаю вообще вопросов не возникнет так с этим тоже разобрались потом что у нас а ну мормышки какие я мормышки туда ставлю какие у меня рабочие да это из лишнего опыта вам скажу это нижний всегда у меня стоит кембрик кембрики все покупные опять же вот ну такие цвета я кембриков люблю они везде работают уже на все камеры покажу и вот эти цвета рабочие и вот эти цвета тоже рабочие но вот это не сильно который с оранжевым а вот это тоже вот кембрик я думаю там видно будет уже прямо с поводками с готовыми падают нижняя у меня возле грузила которая стоит это кембрик вот это всегда у меня он стоит за постой то есть кембрик это у меня самая наверное ловчая самая ловчая снасть да так потом потом две мормышки мормышки на вкус то есть любят и у каждого своя любимая то есть у меня за последние на года 4-5 любимыми стали вот такие две мормышки не знаю будет их видно или нет с золотыми этими такими головками черная черная вообще универсальная и хариуса крупного долбит и линка линка хорошо ловит прямо хорошо ловит линка верхняя не знаю там какой цвет рыжий там или больше на рыжий наверное похоже этот хариуса ну так же линка может вместо рыжий я еще вешаю у меня сейчас нет ее это пчела то есть понятно да как она разрисована у меня к сожалению нету закончились она тоже пчела тоже рабочие во все сезоны еще фиолетовый цвет тоже рабочий сейчас я мормышки вблизи покажу что понятно было да какие мне нравятся тут я недавно эти мормышки купила сейчас есть свои старые мормышки покажу вот вот это рабочие хорюзина линковые вот это вот эти две черные у меня их уже мало осталось вот ну и им тоже наверно уже по лет пять как ну года четыре тому назад мне их делали до сих пор сохранил они вместе с поводками ну раздал очень много и много заказов вот они а рыжих вот этих зеленых еще вот одна осталась всего больше нет потому что надо заказывать Вот эти я не скажу, что они ловчие Ну, вот Я не знаю, влияет, скорее всего, вот Вот эта Вот эта штуковина, потому что Что вот на эту клюет, что на эту Ставил черные такие Зеленые, оранжевые такие То есть в одном и том же месте, именно где клевало То есть все равно приоритет отдает Вот золотой голове Так, ну что, разобрались мы, да С этими вещами Ну, идем выше, что у нас выше А выше у нас Дальше идет Вертлюжок Вот вертлюжок Который вяжется к основной леске Надеюсь, там видно Вяжем к основной леске Но сначала перед этим надо загнать туда стопора Стопора желательно Два-три Потому что Одного точно не будет хватать Съезжать будет Стопора загоняем Потом туда поплавок Ну, вот я вот такие поплавки использую То есть стандарт у меня Сейчас их открою Вот Один и тот же размер все время использую Редкая, меньше, больше Вот мне этого, в принципе, всегда хватало Везде Они существуют по разной граммовке Там на 30, на 40, на 50 Там и тому подобное Это среднее Что-то на грамм 40 Здесь минус 35 Там может Ну, 50 уже тяжеловато Но тоже потянет 35-40 вот И все И что мы в итоге получаем? Когда эту всю снасть собираем Да Что мы получаем? Мы можем работать на разных глубинах То есть, если Здесь у меня спиннинг я использую Потому что речка не глубокая Глубины хватает Ну, допустим Мне вот до суда максимум Все, больше не надо А если глубины большие Я даже наблюдал На 5-6 метровых глубинах Харио заловили Удочка 5-метровая С большими кольцами Выставляется глубина 5-6 метров Закидывается И все из глубины таскается То есть, с этим тоже разобрались Ну, и в чем еще преимущество Это снасти То есть, мы можем работать Мормышками на разных глубинах То есть, допустим Выставили такую глубину Она идет Ну, вот так, да, скажем Ну, вот такая глубина Вот она вот так идет Выставили выше глубину Она уже начинает Нижние слои прорабатывать Всеми мормышками Можно еще дальше Еще прямо по камням Там, вот так скажем Между камнями Будут мормышки летать То есть, работа На разных глубинах Этой снасти очень хороша Ну, думаю, что В принципе, все рассказал Что смог за эту снасть Ну, говорит, тут все понятно Тирольская палочка Сам Енисейский вот этот настрой С поводками Поплавок И все Больше ничего не надо И желание Желание ловить Ну, и сейчас на примере Этой речки я вам покажу Прямо даже камеры не буду отключать И все камеры оставлю В рабочем состоянии Чтоб Точно поверили И все Сейчас покажем Как эта снасть работает На примере Ну, хотя и так У меня уже много видео Я наснимал Ну, на всякий случай На всякий случай Сейчас я посмотрю В кадре я попадал Вроде должен попадать Вроде должен попадать Вроде тоже Ничего не забыл Рассказать Оп А, ну еще Преимущество этой снасти Это то, что Можно закидывать На любые расстояния Насколько спиннинга Насколько сил хватит Насколько грузило Тяжелое Да Можно закидывать На 30, наверное, метров Сошел На 40 Вот Я на Речка такая Омыл В Красноярском крае На юге Красноярского края Там Рыбачил Как-то Осенью Речка была Наверное В два раза шире На метров 30 40 Я по тот берег Кидал И Хариусы таскал Далековато Да, вопрос Вопрос То, что далековато Ну, зато переплывать Не надо Какая-то камера У меня Села Ну, надеюсь Телефон Снимает Поклевки Тоже привыкнете Не все сразу То есть много А, ну еще преимущество Этой снасти Рыба Практически Сама садится Сама Подсекается Это тоже Один из таких Интересных моментов Этой снасти Ну, в процент В процентном Соотношении Допустим Если Из 100 Поклевок Брать 70% Хариус Сам садится То есть Даже Подсекать Его не надо Что-то у нас Не идет Клев Что-то не хочет Но все равно Сейчас поймаем Сейчас поймаем О, есть Небольшенький Но есть Небольшенький Но есть Вот, пожалуйста На кембрик Я еще раз говорю На кембрик Так Ох Так Ну, Харюска Я заберу Этого Сезон, кстати Открыт 20 июня Ловить можно Официально Не знаю Сколько там 10 или 20 штук Или сейчас Может сходом Еще одного Попробую поймать О Вот это покрупнее Что ли Вот такой же Чуть-чуть покрупнее Наверное А Ну, опять же Что показывает Ситуация Кембрик Рабочая снасть Кембрик Рабочая снасть Тоже хороший Тоже заберем Запутал Все Не тут Опа Не убежал бы Должны Хотя 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 Могут И убежать Кам У меня далеко Ну, как Говорится Бог Любит Роицу С третьего На камеру Поймаем Бывает Даже такое Что Он сядет И вместе Со снастью Плывет Даже не подает Виду Что поклевка Была Начинаешь Удочку Утаскивать Думаешь Что с холостой Поклевкой А он уже Там сидит Редактор субтитров и когда хорошо клюет он и по два и по три сразу на все крючки бывает садится на этой речке я по крайней мере по три вытаскивал за раз по два это ничего такого удивительного ну и ленок клюет на эту снасть ленок тоже клюет я вот показывал на черную золотой головкой ну будет третий нет хариус уже почти убежал хариус почти убежал хариус и 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 сейчас еще пару раз кину а все вот только закинул сразу поклевка сразу поклевка вот и пожалуйста даже такое бывает все мне 3 3 рисков хватит так еще раз снасть это показываю как она выглядит все всем спасибо за внимание как смог так и рассказал господа думаю всем понравится задавайте вопросы я думаю найдутся и те люди кто еще умнее меня все подписываемся а